Это не презентация лекарственных новинок, и это не стихийная ярмарка медпрепаратов. Эти ампулы и таблетки адвокат Юрий Фельчаков принес в суд с другой целью. Размахивая инструкциями к ним, сегодня он пытался усовестить ответчиков. Именно этими лекарствами, как уверяет защитник, медики едва не навредили его клиенту. 15-летний Байжан Алдашев осенью пожаловался на почки, но врачи якобы перепутали, обнаружили беременность. И в итоге, по мнению адвоката, назначили не те лекарства. Прочитав выписку из истории болезни сына, Рафикова мама, тут же пошла в больницу скорой медицинской помощи проснить, отчего лечили сына. Либо сохраняли беременность, либо лечили почки. После того, как врач увидел выписку, он порвал ее и выбросил. Но ей пришлось ругаться. Она выписку из истории болезни в корзине для бумаг нашла, забрала. О трагикомичном случае страна узнала еще пару месяцев назад, но процесс по этому делу начался только сегодня. С ответчиков БСМП и облздрава Байжан Алдашев теперь требует 10 миллионов тенге. По словам его адвоката, мальчика не только дразнили сверстники. От назначенных препаратов у него распухла губа и вообще он едва не погиб. Из-за их халатности он мог бы нормально пролечиться и все было бы нормально. А сейчас получается, что у него хроническую все это перешло в форму и он будет пожизненно лечиться. Получается, он не работать нормально никогда не сможет, ни в армию не пойдет. Все из-за того, что лечили неправильно, несвоевременно было все оказано. Между тем, ответчик в лице лечащего врача сейчас уверяет, что подпись на выписке Алдашева не его. Что касается диагноза беременность и еще пары неточностей, то врач уверяет, что это просто техническая ошибка. Мол, в электронной версии документа остался диагноз предыдущего пациента. Но в то же время медик не отрицает, что препараты назначал он сам лично. Теперь в суд должны явиться представители Ассоциации независимых экспертов. Они-то и должны установить, насколько правильным и законным было это назначение, учитывая возраст пациента. Стоит добавить, что за плечами представляющего интересы несовершеннолетнего истца Юрия Фельчукова не одно подобное дело. Причем большая часть, почти все из них с положительным исходом. Вспомним хотя бы процесс, связанный с Николаем Доценко, который без вины отсидел несколько лет. Тогда, также при помощи Фельчукова, Николая был выплачен моральный вред в миллионах тенге, а также сама судья принесла ему официальные извинения. В случае с Солдашевым, если процесс закончится в его пользу, то моральный вред будут платить не истцы, то есть не облздрав, не БСМП, а бюджет. А это значит, пострадают обычные налогоплательщики. От Морал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Продолжение следует...